Итак, всем привет, с вами Дабгай, и начинаем мы играть в интересный, не очень обычный мод Empire Liberty Odess Мод про 1700 год, ну и там есть много стартовых дат, чуть позже, но я подозреваю, что играем на только это Потому что, такую бы я другую не пробовал дату, там не было предложено стран особо И фокусы вроде как те же самые Так что мы начнем за ту, которая больше всего проработана И, почему бы не начать за Пруссию, это как раз дата, когда Пруссия начала под началом Фредерика Потихоньку становится великой Собственно говоря, он здесь и представлен в виде фельдмаршала, правителя Фельдмаршал, он просто безумный, посмотрите, статы у него космические, он только второго левела И у него сразу есть, старая, отличный стратег В общем-то, у нас здесь тоже есть генералы различные, не сильно отличные Такие на нормальном уровне, в общем-то, но фельдмаршал у нас безумный Здесь также изменены немножко исследования Первопехотная немножко по-другому сделана У нас есть противотанковая Здесь вообще танки заменены как бы на кавалерию Кавалерия имеет, здесь, кстати говоря, изменены цвета вот так вот на желтый Это абсолютно отвратительно Я очень не люблю, когда мододелы как-то меняют цвета И потом в них абсолютно невозможно разобраться Если только очень тяжело присматриваться Но, в общем-то, цвета вот имеет очень высокий уровень харнеса То есть она получает больше противотанкового урона И здесь как раз-таки пики, как противотанковый урон, представлены И просто для сравнения, они намного сильнее пехоты Статы здесь, видите, очень-очень сильно увеличиваются, особенно прорыв Но они еще и безумно дороже пехоты То есть если мы просто 4 на 4 поменяем на пехоту, видите, до трех сотен из двух тысяч Но это прекрасный способ прорыва, так что мы обязательно, я думаю, кавалерию будем делать Ну и пехоту Фокусы здесь, очевидно, у стран тоже разные Есть, конечно, какие-то пути, которые недоделаны Но мне не сильно интересно И главное, чтобы был хотя бы один хороший И здесь есть как раз-таки интересный путь По формированию Пруссии и Германии Думаю, можно попробовать сыграть Посмотреть, что этот мод из себя представляет Тут же есть также духи различных у стран У... я вижу Речи Посполитой куча различных духов И Фокусы здесь тоже очень много интересных До них тоже, возможно, я сыграю, если мне этот мод понравится Также за Россию, за Швецию, Францию Какой-то потенциал у этого мода есть Есть, конечно, здесь некоторые забавные вещи вроде вот этих, да Здесь все еще какие-то иконки старые Плод тоже старый Механика никакие Механика вся та же Но в целом потихоньку-потихоньку я вижу, что что-то меняется То есть, видите, все иконки Хотя бы какие-то где-то заменены Если над ним еще поработать над этим модом То все станет неплохо Единственное, русификатора на этот мод нету Для меня не особая проблема играть на английском Но кому-то может показаться не сильно привлекательным это Кроме того, здесь есть колонизация Работает она таким образом, что вы исследуете технологии А потом начинаете колонизировать вот эти незаколонизированные территории Различные Их здесь, в принципе, много Я пока не очень понял, что именно это дает Я предполагаю, что, во-первых, вы получаете какие-то вот эти ресурсы Которые есть в этих территориях А во-вторых, вероятно, какое-то население Ну, посмотрим У нас, в общем-то, есть еще много чем заниматься Начнем мы по нашим фокусам делать промышленность Вот здесь вот фабрики, военные заводы Все, как обычно, ничего нового Потом Сделаем мы военную реформу Здесь она очень сильная Мы очень сильно качаем свои дивизии Здесь атаки, здесь защиты Затем качаем еще дополнительно пехоте 10-5 Потом артиллерии 5-5 Кавалерии 5-5 Потом еще добавляем все солдат В общем-то, безумно сильно И прусская дисциплина дает нам 15% Организации 12-го становления Безумно сильные Скорость здесь 10% На офицеров В общем-то, реально Прусская армия будет очень-очень сильной Давайте же ее построим И восстановим Германию Поехали Еще здесь есть интересная механика Сословий Здесь и абсолютизма В принципе, как и в Европе Университет 4-й Очень много здесь И иконок, и различных вещей оттуда То есть, если мы посмотрим в артиллерию Здесь вообще, как бы, вот эта вот Эта вся иконка Все эти иконки из как раз-таки этой игры Как и вот здесь вот Это забавно И, в принципе, мне это на самом деле даже нравится Тут тоже немножко другое Другие реформы у нас У нас здесь ранг нашего королевства Лиги с разными бафами Налоги какие у нас При повышении налогов Уменьшается стабильность Но уменьшается и ТНП То есть, позитивно, в принципе, для нас И здесь, видите, торговля тоже чуть-чуть по-другому сделана Здесь все примерно как обычно Только вот здесь вот На меркантелизме У нас еще получаются плюс ресурсы И это даже неплохо Хотя, конечно, вот здесь тоже есть свои Крутые бафы Ну и призыв Здесь еще с увеличением призыва У нас тоже уменьшается ТНП Так что это достаточно интересная механика баланса И, учитывая то, что мы будем в Пруссии С армией, которая очень сильная И с бафами вот этим вот на население дополнительное Вот отсюда 5%, отсюда еще 2% То, я думаю, мы, возможно, даже снизим Ну, посмотрим, все как будет Я еще не очень верю Плюс я не знаю, сколько здесь ивентов везде по миру Потому что было бы интересно Видеть какие-то ивенты, что где происходит Пока что есть какие-то микровойны Но это, видите, конка Там с моголами в Индии Ничего в Европе пока что Хотя вот уже Турция с Австрией заключили Какой-то Карловиц договор И Османская империя потеряла кучу своих территорий Ну, да, Османская империя к этому моменту уже увядает Словиями можно вот так вот взаимодействовать Здесь есть различные кнопки, которые дают нам какие-то бафы Но за их влияние И также есть влияние нашего монарха Который тоже можно использовать на различные вещи Я заметил, что... Так, Фердинанд, кто же это такой? Как я понял, баварский какой-то Престолонаследник И Испанский, что-то там Ну, окей Нас это не сильно волнует Нам нужно немецкие земли будет объединять Но пока только промышленностью занимаемся И, возможно, потом мы еще повоюем с Польшей Речью Посполитой на данный момент И из-за того, что здесь у всех мерканцилизм Здесь нет вообще никакой информации о чужих странах И мы еще даже не можем агентств на данный момент сделать Мне интересно, есть ли там что-то для агентств Но скоро увидим И это очень мешает оценить вообще Какие странные, насколько сильные на старте И советники достаточно простые Давайте, наверное, налоги поднимем, да? Я не вижу в этом никаких проблем Если мы это можем сделать У нас есть варсаппорт на это Так что почему бы не поднимать налоги? Стабильность мы немножко теряем Но это вполне себе немножко Смотрите-ка, партия популярности Дает нам просто кучу политической власти То есть, ну, по-моему, это так не работает В ваниле у нас там меньше Политической власти Но здесь, опять же, абсолютизм будет давать нам больше политической власти И мы его можем тратить в различные вещи А так пока ничего особого не происходит Мы просто строим фабрики в Барандинбурге Можно было бы сюда пойти Но давайте, наверное, просто именно в фабрике выйдем Пока что Здесь, смотрите, еще есть Протестантов Нам вот нас бафают неплохо Давайте выйдем в ячейку Хотя Давайте выйдем в фабрики Я не заметил, чтобы нам было много ячейк нужно Здесь всего лишь артиллерия Здесь очень мало, на самом деле, исследований Так что, я думаю, мы потерпим И вот у нас уже высокие налоги И мы уже так солидно строимся Я не знаю, сколько солидно строятся другие страны И я даже не знаю, куда мне войска свои подводить, на самом деле Если говоря, есть мемные провинции вроде вот таких Которые сразу с миллионом соседничают Но это, я так понимаю, особенность территории тех времен И я понял, что я немножко ошибся Мне надо было сначала брать вот этого парня Я сначала обстрелил сюда в советников А это только head of government То есть это у нас разные еще советники здесь Можно поставить И, конечно же, я похочу себе на минус тэнп поставить советника Который еще удешлил бы мне переход к высоким налогам Ну ладно, надо изучить их получше Ну и теперь уже не постесняемся поставить вот этого советника И сколько у нас? 23% всего лишь уже Очень приятно Это у нас еще призыв, на самом деле, большой В теории можно было бы его даже и уменьшить И, пожалуй, поставим себе советника на опыт армии уже сразу Здесь немножко переименованы только доктрины Но и поставлены иконки сзади красивые В принципе, неплохо Но, по-моему, насколько я смотрел Все осталось точно таким же Здесь вообще arm track Бателлен, которых уже нету Так что, пойдем мы, наверное, вторую доктрину, как и обычно Будем основать нашу вообще военную доктрину На кучу артиллерии, куче атаки Танки Танков нету Ну да, потому что Кроме нее мы мало где, наверное, получим какие-то реальные бафы А кавалерий у нас будет не так уж и много Мы закончили нашу промышленность уже По крайней мере, по фокусам И теперь по-жёсткому начинаем строить ее здесь Нам все-таки нужно много фабрик В будущем Потому что воевать мы будем очень много И нам нужно будет выкупать много ресурсов Я думаю, с исследованиями мы подождем Нам это не так нужно Опять же Их здесь меньше Причем полностью нет авиации, да? И каких-то еще дополнительных электроники Вот этого всего Так что реально исследования так сильно и не нужны А вот дополнительные заводы, я думаю, обязательны Поэтому идем вот сюда А также стоит, пожалуй, создать нам агентство Шпионское Чтобы наконец-таки видеть Хотя бы как-то что там У хотя бы соседних держав Возможно, у Австрии, Франции Возможно, Швеции Надо хоть какую-то информацию видеть Здесь еще есть вот эта вот Криптология, можно все еще сломать Но давайте возьмем В принципе, почему бы нет Посмотрим, как это будет работать здесь А еще поставим себе советника на абсолютизм У нас будет отнимать немножко политки Но Абсолютизм, когда набирает больше власти Дает нам еще больше политки Так что, в принципе, это вложение в будущее И с вот этим фокусом С этими фокусами закончено все Возможно, позже я возьму себе еще и ячейки исследований Но мы переходим к военным Хотел бы я сказать Здесь 5 ТНП Давайте чуть-чуть подождем с военными И пойдем потихоньку в политку А здесь время началась война Речь по спалитой Швеции Я даже не знаю, кто из них сильнее Можем ли мы отправить добровольцы кому-то? Теория да, но на практике пока еще не хватает У нас напряженности в мире Можем кому-нибудь отправить Давайте хотя бы вот так Можем хоть что-то узнать Да, кстати говоря А так мы не видим А тут видим, прикольно Так вот, Швеция выглядит посильнее Но тут есть союзник Россия И Даня Нервики Поэтому Швеция выглядит В очень опасной позиции Как будто она находится Давайте я ему отправим в Аташе Чтобы посмотреть вообще, что происходит Плюс Оформить немножко опыта, если будут битвы И давайте, пожалуй, сделаем уже сразу шаблон Пехота, который мы будем пользоваться в будущем Его здесь не нужно, поэтому Думаю, это что-то у нас пускай всегда и будет У нас, конечно же, мэнд пауэр сразу немножко отвалился Но это терпимо Еще чуть-чуть лишних дивизий уберем Ну вот, и пускай теперь вот это вот все обучается Плюс Здесь пускай они сейчас будут Тренироваться до последнего левела Давайте только их переведем вот сюда Чтобы они не теряли Припасов Вот как вот эти вот ребята Почему вы здесь теряете? Вам не хватает А вот так сразу нормально Стало отлично И давайте-ка вы будете тренироваться Нам нужна абсолютно элитная армия Более того, я подозреваю Что мы даже возьмем себе Госпитали Потому что, ну, наша страна очень маленькая И, несмотря на это, достаточно богатая В будущем будет Желать туда Прямо сейчас не берем, опять же Идем как раз-таки вот сюда Это вот, я так понял Видите, можно стать теократией Вот Получается Но, я думаю, мы не будем Заниматься Мы пойдем в Германию, Великую Пруссию Потом Пангерманская риторика Кроме того, я тут нажимаю кнопочки На Словиях Потому что я-то поднимаю все абсолютизм Но Чтобы нужна вот эти кнопки Видите, нужно, чтобы был Хотя бы какой-то Саппорт Какого-то из сословий То есть, чтобы у них было влияние Достаточно То есть, надо периодически Эти кнопки нажимать И влияние какое-то оставлять Чтобы от них можно Получать какие-то бонусы Вот, допустим, я был бы Очень не против С бюргерами дружить Чтобы они мне Гражданские фабрики делали Но я понимаю Что есть такая проблема Что Видите, это добавляет Одну фабрику Но не добавляет слот То есть, это имеет Очень ограниченное применение Но ничего Должна построить фабрики Вот здесь вот Под 100% бафом И смотрите У нас здесь есть варианты Мы можем пойти Неф Централизацию силы, да То есть Просвещенный деспотизм И потом кому-то еще дать Дополнительную власть В целом Возможно, каким-то Как раз Дворянам было бы Неплохо дать Ну, я подозреваю Что мы Просто дадим все Нашему правителю Верно? Хотя нет, слушайте Смотрите Мы можем централизовать Власть И потом пойти Вот сюда В парламент юнкеров Давайте так и сделаем Пускай у нас Дворяни тоже иметь власть Потому что баф здесь Такой, ну солидный Варсаборт 05 Это очень сильно И плюс опыт Тоже полезно 001 Это, конечно Не то, что я хотел бы Но у нас здесь 006 И плюс от советника Там еще может быть Вот, на 005 Так что нормально И да, уже Россия Вступила в эту войну Да, не 0 И, кстати говоря Пока что нет Но, смотрите Шведы Что со шведами? Так себе все У шведов У них не хватает сил На весь фронт А здесь вообще Они горят от снабжения И по всему Они эту войну Проиграют Я не могу узнать Насколько это равное Питого Шведы в целом Не такие, что и плохие По силам Но, я так понимаю Одна Россия Это уже больше Чем Швеция В этой войне Все еще У них есть Неприятные Для России Бафы Здесь атаки Есть доп Население Вот здесь вот Окей Это не так-то и страшно Это аташе наша Ну окей А у России Таких бафов Пока что нет И более того Более того Посмотрите на этот Безумный дебаф Чистка стрельцов Минус 50% Атаки Защиты И организации Это очень сильно То есть у Швеции В принципе шансы Нормальные Против российских войск Минус 50% Это просто Ну безумно много Видите Победы Вполне себе даются Шведам У них есть шансы все Но я подозреваю Что там должно быть Что-то Чтобы этот дебаф Убрать Я видел Здесь вот есть Армия реформы И наверное Это оно Скорее всего Потому что Другого такого Я ничего не вижу Фокусов В России На самом деле Ну Тоже немало Всех не слишком Их много Конечно Не сравнится С Какими-нибудь фокусами Советского Союза Да Или Италии В последних ДЛС Но все еще немало Для Этой временной линии Мы сделали Сей парламент Давайте Теперь пойдем Дальше Вот до сюда Пожалуй Повысим Хотя нет Смотрите Если мы повысим Наш ранг То у нас Максимум заводов Видите Здесь дается 20% А здесь 10 Мы не сможем Достроить до максимума Но будем строить На 10% Быстрее Давайте тогда Уже Закончим с Ищейками Потом Пойдем сюда И Потом Пойдем уже в армию Перед вот этой Вот фокусом Но продолжим Мы уже в следующей серии Эта водная Я думаю Уже подошла к концу Вот Вроде выглядит интересным Думаю Прохождение будет Неплохим А с вами был Лупг Подписывайтесь на классы Еще вдруг не подписаны Ставьте лайки Комментарии Все как обычно До скорых встреч Пока